Печенье В глубокую миску отправляю 250 г сливочного масла, масло размягченное, 100 г сахара, сахар измельчила в пудру, 2 щепотки соли, мне удобнее масляную смесь перетирать с помощью лопатки, и вот как только она стала однородной, добавляю сюда 2 яйца, все хорошо перемешиваю, добавляю 500 г муки, 20 г кукурузного крахмала, замешиваю тесто, Тесто, собранное в единый ком, перекладываю на рабочую поверхность, и замешиваю еще где-то около 1 минуты, Тесто визуально делю на 2 равные части, в одну часть добавляю 13 г какао и 13 мл холодного молока, Вымешиваю тесто Вот, посмотрите, тесто совершенно не глипнет к рукам Сверху тесто прикрываю пленочкой, чтобы оно не заветрилось, Пока отдыхает тесто, приготовим начинки, Для ореховой начинки мне понадобится 100 г фундука и 20 г сахарной пудры, Можно добавить также сюда сахар, но потом начинка будет скрипеть на зубах, Поэтому сахар лучше измельчить, Сахарную пудру отправляю к орехам, Орехи заранее измельчила и просушила на сухой сковороде, Поджарила до золотистого цвета, Все хорошо перемешиваю, Ореховая начинка готова, Теперь приготовим абрикосовую начинку, Для этой начинки мне понадобится 200 г кураги, В курагу добавляю абрикосовый джем, В баночке 250 г я где-то 100 г джема добавила, Все это нужно будет измельчить, Начинка получается очень густая, Не растекается, Она хорошо держит форму при выпечке, И печенье получается вот с такой начинкой необычайно ароматное, С насыщенным абрикосовым вкусом, Тесто готово к работе, Формируем печенье, Для формирования мне понадобится ручная соковыжималка для цитрусовых, Ее я выстелила пищевой пленкой, Для удобства устанавливаю подходящего размера стакан, Беру по кусочку белого и шоколадного теста, Подкатываю в шарик, Соединяю вместе, Вложу в форму, И формирую чашечку. Если вам по вкусу печенье с большим количеством начинки, Тогда формируйте тоненькие стенки, Заполняю начинкой, Беру кусочек теста, Формирую донышко, По краям хорошенько защипывайте, В итоге получается вот такая красивая печенька. Печенье выкладываю на противень, Застеленный пекарской бумагой. Формированное печенье отправляю в заранее разогретую духовку на 180 градусов, Время выпечки за секунду. Печенье готово, Я его выпекала 40 минут, Оно еще очень горячее, Нужно будет дождаться пока оно остынет, И потом покажу как выглядит выпечка изнутри. В разрезе. Охлажденное печенье по желанию можно украсить растопленным шоколадом. И каждую печеньку еще сверху посыпаю дроблеными фисташками. Растопленному шоколаду дам хорошенько застыть. Вот так просто в домашних условиях можно приготовить красивое и вкусное печенье. Давайте я сейчас возьму одну печеньку и покажу как она выглядит в разрезе. Печенье легко режется и мало крошится. Выпечка по составу рассыпчатая, В то же время она хорошо держит форму, Много начинки, Начинка приятно сладкая. Обязательно попробуйте приготовить такое печенье. И вам оно точно понравится. На сегодня все, всем пока и до следующих встреч в новом видео. Редактор субтитров А.Семкин